Исходя из высшей какой-то справедливости, один Моцарт принес больше, как мне кажется, радости людям и какой-то там, не знаю, и надежды, и успокоения. И может быть привел в церковь кого-то с помощью своей музыки, но чем сотни и сотни тех людей, которые, наверное, считали, писали и творили в жанре так называемой правильной музыки, концептуальной музыки, как еще. Я не владею этим сленгом, двумя артистами, извините, я, может быть, несу, так сказать, некую ахинею с вашей точки зрения, но у меня есть ощущение, что противопоставление себя, так сказать, некой поп-культуре, не поп-музыки конкретного исполнения чего-то на эстраде, а вот этого. Это, в общем, противопоставление себя абсолютной массе людей. Ну, не абсолютно, конечно. Далеко не абсолютной. Мы работаем? Мне, как бы, это очень важно, Владимир, я хочу понять, вот, это ниша, в которой вам удобно и хорошо, или это планета, на которой живет народ, по сравнению с которой, так сказать, вся эта поп-культура, это как бы, так сказать, метеорит, который летает мимо. Уже работает? Конечно. Ну, да. Значит, я просто что хочу сказать. Понимаете, вот вы сейчас говорите очень такие характерные вещи, но вот то, что вы отстаиваете, это является очень небольшим островком в океане, вот, совершенно противоположного тому, что вы говорите. Потому что, если мы возьмем Моцарта, но Моцарту еще сейчас не исполнилось даже 200 лет, да, по-моему, насколько я понимаю, может, 20 лет уже, может, исполнилось как раз, да, если в хронологии не очень сильно, но как раз, ну, немножко больше 200 лет. Вот. Понимаете, что если мы даже возьмем просто историю одной запноевропейской культуры, даже вот, начиная вот с изобретения нотации Гвидаретинским, мы увидим, что там работали композиторы совершенно с иным направлением ума, и примерно вот с таким же, как я сейчас говорю. Это там Леонид Великий, Пиаретин Великий, там Геом Дамашо, да все великие композиторы 15-го века, 16-го века, в принципе, которые все были преданы за... Понимаете, против чего... Что от них осталось, кроме, извините, запыленных, много десятилетий неоткрываемых клавиров? От них осталось как раз то, понимаете, в принципе, от них, ну, во-первых, вы просто, может, немножко не в курсе дела, потому что вот последние годы, начиная с 60-х, 70-х годов, идет совершенно мощное движение, которое вот выражается, в частности, в афтентической, вот, исполнительской музыке. Вскрываются все вот эти авторы, вскрывается вот все это, так сказать, преданное забвение, вот эта музыка, весь этот пласт музыки, и выясняется, что это такие манбаганы, то есть, такие горные вершины. Я вам сейчас вот скажу вот такую вещь, приведу вот такое сравнение. Мы сейчас вот с вами находимся в роли или в ситуации людей, находящихся в горном ущелье. А вы знаете, что вот если мы сейчас по горному ущелью будем идти, то мы увидим с вами ближайшие горы, там, ближайшие горы, не самые высокие, а вот эти снежники все мы с вами никогда не увидим, потому что их закрывают вот эти к нам ближнележащие горы. Вот, кстати говоря, эти ближнележащие горы, это Бетховен, Моцарт и так далее. А вот те люди-то, снежные вершины, мы их не можем увидеть, потому что мы в плену предрассудков вот этого рода мышления. Понимаете, против чего я, собственно говоря, вот не то, что выставил, а вот за что я. И я тут не один, а и количество даже за меня говорит. Дело в том, что я против того, что произошло в Европе в новое время. И вот я борюсь с этим в новом времени, я борюсь как бы с Декартом, я борюсь с Монтеверди, хотя Монтеверди мой любимейший композитор. Но то, что он принес в музыку, в принципе, для меня, в общем, как бы неприемлемо. И, собственно говоря, вот все то, что я пытаюсь сделать, это пользоваться теми фундаментальными основами, которые были заложены композиторами 15-го, 14-го, 13-го и более ранних веков. Вот, собственно говоря, вот такая моя задача. И последнее. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, для человека, вот в том числе и вашей профессии, естественно ли отрицание вот самого себя, какой-то период жизни, целыми периодами, целыми кусками, и приход вот к некому порядку, в данном случае к церкви? Это естественный процесс вот этого поиска? Или это, так сказать, вроде как бессмысленность жизни, потому что так, в общем, в концу жизни и не знаешь жизни? Вы знаете, ну, я просто вот, я не считаю, что это какое-то у меня отрицание было. Просто я вот когда вот, ну, может быть, это кому-то, как говорится, извне может показаться не так, но когда я вот просто просматриваю даже свои старые записи 60-х годов, и, как говорится, литературные и музыкальные, когда я вот просто вспоминаю весь свой путь, я просто поражаюсь, насколько он последовательный. То есть, понимаете, может это извне казаться, что это какое-то метание. Никаких метаний не было. Просто вот судьба меня ведет просто каким-то крайне прямым путем. Это, понимаете, также вот как, понимаете, поверхность, вот очень многие говорят, что вот Стравинский как бы металкси, да, то одно там напишет, то другое, там, или Пикассо, Пикассо там нет. Это ничего подобного. Вы понимаете, что вот просто тут надо видеть, вот, ну, для стороннего взгляда, особенно для взгляда непрофессионального, это кажется действительно не то, что метание, а просто человек на каком-то этапе отрицает свой предыдущий этап, ничего подобного. То есть, понимаете, вот эти ступени, но эти ступени так кардинальны, вот когда переступаешь с одной ступени на другую, то кажется, что, в общем, происходит какое-то отрицание. Это не отрицание, это просто то же самое, но на другом уровне. Когда мои коллеги разговаривают с композиторами, то чаще всего либо до, либо после некого монолога, либо диалога, если того может соответствовать журналист, происходит так называемая некая пупури из мелодии, которые как бы являются знаковыми для раннего, вчерашнего, сегодняшнего и, может быть, заведомо конкретного композитора. Из всего того, что вы сделали, можно составить вот такое пупури? Вы когда-нибудь пытались это делать? Нет, ну, понимаете, в принципе, это заведомо просто невозможно пупури сделать, потому что я занимаюсь совсем на другом уровне. То есть, понимаете, я как бы работаю вообще с чужим материалом, то есть я не работаю своим материалом, а я идея, то есть я занимаюсь игрой в бисер практически, я переосмысливаю то, что уже есть. В общем, я, как говорится, писать музыку – это не мое дело. Как вы знаете, вот Веллингтон, когда в его поле зрения при воторогово скакал и Наполеон, очень близко подскакал, то ему предложили, сейчас мы его снимем пушкой сейчас. Он говорит, что у полководцев есть более серьезные занятия, чем стрелять друг в друга из пушек. Так вот, у композитора есть более такие серьезные дела, чем сочинять темы для пупури. Если так вот, поэтому пупури я как-то не… В общем, пупури я неудачно, может быть, выразился. Я вот к чему, вы понимаете, что вы сейчас очень серьезно как бы подставились. Вы что же, пишете не свою музыку? Не, я… Ну, почему я не подставился? Почему же я подставился? Я даже могу сказать, что, вы понимаете, ведь в какой-то степени да. Да, я могу сказать, что вот совершенно лёжная идея плагиата, которая вот, ну, как вот сказать, она совершенно не существовала даже до 17 века. Потому что ведь дело не в том, что написать, а дело в том, в какую ситуацию это поставить. Вы понимаете, даже вам, ну, мы живем в эпоху постмодерна или уже постпостмодерна, где, собственно говоря, художник не сочиняет что-либо, а создает ситуации, в которой этот материал живет другой жизнью. То есть я даже могу, как сказать, пользоваться совершенно заведомо не своим материалом, но я обязан создать вокруг него такую ситуацию, или я обязан создать такую ситуацию, в которой этот материал каким-то неслыханным видом заиграл. Вот это вот, моя дело, не создание материала, а создание ситуации. То есть вы, как бы, вот сейчас подтвердили ту бесхитростную, вообще, мою, так сказать, провокацию по поводу того, что композитор Владимир Мартынов – это некий популяризатор того, что было написано до него. Ну, почему популяризатор? Просто, вы понимаете, у вас какая-то немножко терминология такая расплышится. Я просто, если вы немножко, ну, знакомы вообще с практикой постмодернистского творчества, вот, я не знаю. Не знаю, я думаю, что большинство зрителей тоже не знакомы. Ну, вот, ну, понимаете, дело в том, что, значит, вот, ну, если грубо говорить вот эту концепцию, то практически весь материал из расходов. То есть мы констатируем то, что практически материала больше как такового нет. Но это не даёт, это может даже и хорошо, потому что мы получаем возможность операции с этим материалом. Ни в коем случае не популяризации. Может, мы его таким образом препарируем, что это он будет не только непопулярен, а антипопулярен. Дело же не в этом, популярно это или не популярно. Дело в том, что мы создаём, ну, для нас материал, если не материал, вот если для нормативного композитора материал, вот он должен сочинить какую-то тему, там, допустим, это материал, и в этом всё заключается. А для меня материал вот уже является, вот, как говорится, вот фрагменты, формулы, вот, Григори Аники, Моцарта, Монтеверди, там, не знаю, Палестрины. И вот мне надо сыграть с ними какую-то партию, игру, вот моя какая. Это не значит, что я пользуюсь цитатами, нет, я цитатами не пользуюсь. Но я пользуюсь их, так сказать, формулами, я пользуюсь их стереотипами, я пользуюсь их архетипами. И выстраиваю из них совершенно вещь, которую они бы никогда в жизни бы не выстроили. То есть, в том, что вы слышите у композиторов, в том числе уже и прошлых веков, вы слышите то, что сделано было до них? Безусловно. То есть, моё дело, понимаете, выстроить некую такую культурологическую концепцию. Понимаете, потому что сейчас вот каждый композитор себя уважающий, он не только композитор, он и теоретик. Потому что, вот, как говорится, практика постмодернизма, она в том-то и тем интереса, что любой практик, он теоретик. Прежде всего, любое произведение, какое бы оно ни было, оно уже втаит в себя, как сказать, задатки теоретического какого-то такого исследования. И поэтому, в общем, вот моя, как сказать, музыкальная практика, это вот практика опыта столкновения разных стереотипов, разных архетипов между собой. И получение из них такого нового, что действительно никогда в жизни не было. Хотя в основе лежат те вещи, которые, как бы, все знают. То есть, повернуть старые таким образом, которым оно никогда в жизни повернуто не было. И в итоге получается, допустим, музыка для кинофильма Михаила Владимировна? Нет, понимаете, мы, это же, это прикладная, мы, когда, когда я пишу прикладную музыку, это обычная музыка. Я имею в виду те свои вещи, которые создаются не как прикладные. Вы так-то с брезгливостью неких тоже сказали о том, что есть прикладная музыка. Нет, ну, прикладная музыка, она есть прикладная музыка. Понимаете, она же делается, как говорится, прикладук, она может быть очень хорошей музыкой, но она не ставит никаких проблем, понимаете, ну, как вот для меня. В принципе, я выполняю заказ и просьбы, в данном случае, режиссера. Вот он мне говорит, надо тот, тот. Я делаю то, что он просит. Я своих, как говорят, я делаю это хорошо, естественно, может, делаю гораздо лучше, чем многие там, не все. Но, во всяком случае, для меня тут никаких проблем нет. Я вот свои проблемы решаю тогда, когда я являюсь полновоградным хозяином того отрезка времени, того, так сказать, того набора людей, с которыми я имею. Тут я уже, так сказать, начинаю действовать. Вас не смущает, что, простите меня, Христа ради, но все-таки в памяти людской Владимир Мартынов это все-таки композитор музыки к фильму Ломоносов, к музыке другим кинофильмам, а не вот тот композитор, который находится в целом мире, так сказать, музыки и прошлых веков, так сказать, и сегодняшней, но мало знаком. Не, ну, понимаете, ведь, собственно говоря, ну, а почему это должно смущать-то? Потому что ведь вот музыка, той музыкой, которой я занимаюсь, это, ну, просто, ну, будем грубо говорить, это сугубо элитарное дело. Она рассчитана на очень небольшой круг людей, и она не может рассчитывать на большой круг людей. Это было бы тогда просто как-то уже, надо что-то было бы по-другому делать. Это, в принципе, вообще, вот, это вещи не для многих, короче говоря. Они для этого, так сказать, так задумываются, и даже если это какое-то вот более широкое какое-то вот там признание, вот, начнут получать, это уже, как говорится, сигнал для, как это, красная гампочка должна загораться, потому что что-то, может, и не то происходит. То есть вас не смущает вот соединение в одном, Мартынове-двух? Нет, 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 конечно, нет, ну, понимаете, нет, это естественно, это не только меня не должно смущать, это нормально, потому что, ну, просто, понимаете, что ведь есть вот, ну, это многие делали, понимаете, ведь, кстати говоря, вот, ну, вами приводимые композиты тоже, ну, я не знаю, тут многие писали для денег какую-то там ту музыку, которую вот надо на потребу, которая, ну, просто доставляет хлеб насущный, вот, кино доставляет, вот, приносит деньги. Понимаете, вот, я же не занимаюсь коммерческими вещами вот в музыке, вот, допустим, у меня выходят компакт-диски вот с этими вещами, но я же деньги за это не получаю, то есть просто вот они выходят, а кино это то, то есть, благодаря чему можно, так сказать, жить и заниматься творчеством потом уже своим, тем, чем я занимаюсь. Ну, вообще-то, это как бы немножечко, может, я слово неудачное скажу, но немножко непорядочно, как бы, так сказать, кино – это массовое искусство, значит, так сказать, массовая музыка на потребу – это вот нате вам, я за это получаю деньги, а творю, так сказать, как бы для элиты, творю для неудачного. А, подожди, а почему здесь не понимаю? Ну, ведь ко мне претензий нет, всем нравится, вот, какую я на музыку пишу. Нравится. А какие ко мне могут быть претензии? Если бы я ее писал плохо и хактурно, а там второе, тогда ко мне могли быть претензии. Поскольку ко мне никаких претензий нет, а наоборот, я бы сказал, вот, разного рода похвалыр, да, так что я не вижу тут ничего предосудительного. Так вот и пишите музыку для всех. Не, ну, при чем тут для всех? Для всех музыку сейчас писать, понимаете, невозможно сейчас писать музыку для всех. Для всех пишет Киркоров. Ну, вот и все, тогда чего же тут не говорят? Ну, кто там для него пишет? Крутой там, допустим. Вот он пишет музыку для всех. Ну, в принципе, кому это интересно, пускай этим и занимается. Ну, наверное, такой вот разговор можно больше не продолжать. Хорошо, не буду продолжать. И, тем не менее, вот последнее самое, до предела откровенно. Либо отвечайте, либо просто скажите это, так сказать. Все то, что происходит в вашем, так сказать, духовном мире, вот этой музыки для элиты, это потому, что вы пришли в церковь? Или что явилось толчком? Я вот это вот так и не понял. Я не понял? Нет, ну, это порога между Владимиром Мартыновым в 70-х годах. И тогда это был... Понимаете, ведь, ну, я просто... Это же не я один. Обратите внимание, вот сейчас я могу назвать более вот Магадых, таких композиторов, вот может вам говорить что-нибудь, поскольку вы с НТВ связаны, да? Или не с НТВ? Нет, это Колькульта. Ну, вот Батагов, который сейчас там... Вот, кстати говоря, замечательный пример. Он сейчас озвучил практически все заставки НТВ, да? А на самом деле это сугубо элитарный, очень, так сказать, одинокий человек и композитор, который пишет совершенно замечательную музыку, да? Вот. И вместе с тем тоже, вот, понимаете, к нему можно тоже такие претензии про... А что он там заставки все написал там, да, вот, которые, по-моему, тоже всем нравятся? Понимаете, это, ну, это не только моя, как говорится, проблема. Это проблема очень многих людей. Или там, допустим, Айги, вот тоже я могу назвать из Магадых, композиторов, который озвучивает сейчас вот разного рода кино, вот старые там кино, Метрополис, она озвучивает, еще там ряд фильмов. Вот. И вместе с тем пишет совсем другого рода музыка. Понимаете, давайте возьмем Шнитке тогда, вот более конкретно. Шнитке или Денисов. Сколько он фильмов написал? Вот, понимаете, он писал фильмы и потом писал, так сказать, свои вещи. Вот, в принципе, это, понимаете, это, возьмем такого художника, как Кабакова, Илья Кабаков, знаете, вот, допустим. В принципе, он, когда жил в Советском Союзе, он оформлял детские книжки, вообще занимался книжками. Это, понимаете, это, ну, опять-таки, возьмем Аберевутов. Они писали, вот тот же Хармс, он писал детские стихи. Они жили этим, а на самом деле он писал старуху там, да. Так что, понимаете, это не моя, как сказать, вот то, что вы мне предъявили, это практически в 20 веке все, авангардисты, модернисты, постмодернисты, практически этим занимаются. Очень немногие, кто может себе позволить просто вот жить этим, вот просто вот жить, ну, заниматься тем, чем они хотят. Это, ну, это исключительно. Ну, там Сальвадор Дали мог себе это позволить, да, там потом, я не знаю, Хуан Миро там мог себе это позволить, допустим, да. То есть уже не заниматься никакой прикладухой. А вот мы, как говорится, советские, постсоветские художники, композиторы, мы, у нас просто, ну, как... И в этом нет ничего плохого. Вы что будете говорить, что Шнитке писал плохую киномузыку? Он писал блестящую киномузыку. Я бы мог бы там вам сейчас эти примеры там приводить. Вот, и, ну, я там сейчас себя не сравниваю, там по масштабу, ну, просто... И я тоже, я считаю, очень неплохую киномузыку писал. Просто, понимаете, есть вот, есть область вот такая, а есть область такая. Вот, и тут церковь совершенно ни при чем, потому что вот то, что когда мы, чем мы занимались в 70-е годы, это тоже было, в общем, достаточно, в общем, это не широкий круг. Вот те же самые, как говорится, фестивали современной музыки, которых я упоминал, там, в Новосибирске, в Таллине, в Риге, в Ленинграде. Ну, то есть они набирали полные залы, но это небольшие залы, это 200-300 человек. Это, да, это, кстати, во всем мире. Авангард не набирает, не постмодернизм, не... Ну, если есть какие-то культовые такие, вдруг выходят модные вещи. А вообще, в принципе, это нигде такой вот широкого такого наката нет, в общем-то.